Со многими из вас и большинством мы уже видели сегодня, так как пришлось настраиваться уже при вас сразу. Приятно видеть знакомые лица, друзей. Спасибо за любопытство, которое не стекает, я бы сказал. Спасибо. Вы знаете, мы совсем недавно вернулись буквально неделю из Америки, из очередной поездки, и почувствовали там некоторое напряжение. То есть кризис, который говорят, вот он все заканчивается, заканчивается, никак не закончится, а он только разгорается. А мы-то знаем, если у них плохо будет, то и... У нас ворбахнет это в 10 раз больше. Ну нет, говорят, наши говорят, что не будет такого в 10 раз. У нас наоборот будет победить в 20 раз, да. Но тем не менее, будет обязательно. Вы готовы к этому? Скажите, пожалуйста. Да мы, наш народ, готов к зиму поймать. В общем-то, да, бесполезно спрашивать, это точно, да. Просто мы хотим начать с песни, которую мы написали когда-то совсем по другому поводу. Но вот последние три года мы ее посвящаем как раз кризису. У нас такой оптимистический взгляд на эту проблему. Ах, как все запуталось за последний год. Думай, не справится, думай, пройдет. Все-таки не мальчик, и уже пора. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Помаши с балконом, не гаечным печом. Может, и сантехником стану я еще. Ничего само собой не наводится. Надо было за три моря ходить. Я пришлю к тебе зеленое платьице и большой из красной кнопкой гудильник. Чтобы ты не проспала наши радости, чтобы шло с тебе легко и красиво. Я пришлю к тебе восточные сладочные сладочные. И еще бочонок светло напила. Ах, как мы набаялись за последний год. Но и он когда-нибудь все-таки пройдет. Только что сегодня, уже вчера. Пожелай мне, милая, ни пуха, ни пера. Да нет, уже не мальчик, знаю, что ночом. Повернусь, наверное, я тертым колбачом. Я звоню тебе из города, пью с таран. Все в порядке, только очень скучаю. Все плоды, снежные, флоры, надкусаны. Но не пью я ничего, кроме чая. Разве только иногда, но за родину. За здоровье и за дам, по традициям. Я пришлю к тебе письмо о свободе там. И финансовый отчет. Милиции, ой, полиции. Все, что мы раздравили за последний год. Кто-нибудь, когда-нибудь, может быть, вернет. В каширке за что мою черную веру. И мотив единственный к тексту подберут. Это ведь не горе и даже не беда. Если я сантехником, не стану никами, да. Ничего, само собой, не наладится. Она выдала, за три моря ходили. Я пришлю к тебе зеленое платьице. И большой с красной кнопкой бурильник. После завтра им у нас все наладится. А ведь не зря, что при море ходили. Открутишь свое зеленое платьице. И поставь на семь тридцать будильник. То машина с балкона мне легкой рукой. Понимай, таким, как есть. Я один. Такой. Знаете, надо сказать о том, что многие, может, и знают. Бывали на наших концертах, что мы не перенены москвичи. До 89-го года мы жили в столице другого государства. Уже теперь другого государства. Мы жили в городе Риге. И вот так получилось, что в 1980-м году нас друзья позвали заниматься песней профессионально в Москву. И вот мы кочевали из Москвы в Ригу, из Москвы из Риги в Москву. В течение нескольких многих лет. Показки, проказки тут как бы и не остались навсегда. С долгими приключениями. И вот песня, которую мы сейчас споем на стихе Волосева, однако посвящена тому периоду нашего жизни, когда мы переезжали из Риги в Москву. Мы не кочевали из Риги в Москву. Знаем эти толстовские штучки С бородой льдом из Недельной Московской отлучки Воротиться в недопленный дом. Затопите камин в кабинете, Вороному задайте пшена, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман И засяду за длинный роман. Будет холодно в этом романе, Будут главы кончаться, как круг. Будет кто-то сидеть на диване И посасывать длинный чугун. Будут еле стоять у клавата, Как стоят мужики над двоем. И как мост, и большое тюре Свяжут две недалекие даты. Папилоги, когда старики На кладбище придут кулики. Достоевский еще молоденек, Только в нем что-то есть, что-то есть. Молоденек кричит, молоденек, Выиграть тысяч, так пять или шесть. Мы заплатим долгие в итоге, Будет водка, цыгане икра. Ах, какая начнется игра! Ах, какая начнется игра! Какая начнется игра! Затопите камин в кабинете, Параному задайте в шарах, Принесите мне рюмку вина, Разбудите меня на рассвете. Погрежу новорожденный бумаг И засяду за глинтый роман. Однажды, в словах, В час не бывало жаркого заката, В Москве на патриарше трудах Появились два гражданин Из реки. Не убей, учили, не спи, не лги, Я который год раздаю долги, Но держает для меня один должок Леденцовый город, сырой снежок, Что еще ты с паренью теклый ремен. Вот студент и чистый, невизимо умен, Належался рыжим на карнавал, По подъездам парышей целовал. Я тогда любил, бюроящих нет, За капризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь, ноготком стуча, Музыкальный удач, без ключа. Голосит разлука, кончится виска, Я давно люблю горящих-то. Все там униться сердце сквозь довелет, Колокольным деревом прорастет, Тогда лжок остался на два глотка, И за виском покрая коротка. Заспали в бутылку воды морской, Дой воды морской, Повалам с тоской. Хорошо пизду саму паруси, Милицейской бочке летит такси. Тормознешь лбом, заданешь стекло, Очнешься вдруг, двадцать лет прошло, Я забыл, как звали мои подруги, Дельнозор сделал сыр близору. Дреки ослепла почти душа, Быть так простуженной, Мельтежа наклонюсь, Снеглуп прислонюсь к песне. Двадцать лет прошло, Словно двадцать дней, То ли мышь под пальцами, То ли ложь, На его и звездное запоешь, Ножок пизду саму паруси, Милицейской бочке летит такси. Тормознешь лбом, Заданешь стекло, Очнешься вдруг, Двадцать лет прошло. Это были стихи Бакута Кинзеева, Ну вот мы вспомнили, Я про Америку в самом начале, Вы знаете, мы такие ведь, Это же авторская песня все-таки, То, что мы поедали. Наверное. Ну, в общем-то, Мы себя, по крайней мере, Относим к авторской песне, А относите ли вы нас к авторской песне, Это ваше право судить об этом. Но дело в том, Что мы поем для тех, Кто что-то понимает. Ну, то есть русский язык. Вы знаете, как говорил Сергей Кинзин, Чтобы понимать авторскую песню, Кто-то должен ее понимать, Он должен почитать, Как минимум, 100 книг. Мне кажется, что больше, Вот, в этом еще, Что это мало. Да, понимаете? И вот в Америке, Там, в Германии, В Израиле, В Австралии, В Новозеландии, И так далее. Мы все пили только для, Не говоря уже о наших, Так сказать, Союзных бывших республиках, Мы пили для тех, Кто русский язык понимает. Еще не русскоязычный. Вот. А мы как-то попали во Францию, И пили, В отличие от других поездах, Только для французов. Вот, особенно, Вот это, Что сейчас пили, Я вспомню. Это, как вы понимаете, Русский язык, С 1812 года. Совсем, да. Да, А мы, как все нормальные, Учили английский, На втором случае, Немецкий, Поэтому по-французски, Так смело, Бонжор, А дальше, На ломаном французском, Значит, Два пива, пожалуйста. Вот на таком уровне мы общались. И вот наш французский администратор, Сам по национальности француз, Как бы неплохо говорящий по-русски, Он по-русски у всего две фразы, Я коммунист, Я люблю СССР, Да. Но так как мы друг друга понимали, И вот он все-таки подумал, Что неплохо, Чтобы нам, Как бы, Мы перевели наши тексты, Французы, И вот с переводами мы выступаем. И вот я помню, Первый концерт, Мы стоим, выступаем, Перед нами мы стоим, Переводчики переводят наши песни, Мы поем, Переводят и поем. И вот так, Глядывая с пелицей французов, Песня на седьмой, восьмой, Мы начинаем понимать, Что у них очень какая-то странная реакция. А то и раньше. Я бы сказал, Даже иногда неадекватная, Понимаете? То есть мы ожидаем, Что они не ускрут как-то так. Они разолыбались почему-то, Думают, Да что ж такое, Да ускрут. И вот, Мы просили наших переводчиков, Потом в конце концерта, Перевести уже, Хотя бы одну песню, С французского на русский. И вот перевод предыдущей песни, Двадцать лет прошло, Я уже помню досконально, Как она переводила, Это французский. Звучало бы так, Когда я был молод, Я любил девушек, Которые говорят, Нет. Сейчас я старик, Толстый, Лысый, Больной, Люблю девушек, Которые говорят, Да. И все. Ну, естественно, Мы тут же отказались От услугу переводчика, И вот тогда начали с французами Понимать друг друга гораздо лучше, Вот на каком-то эмоциональном, Таком уровне. Но в любом случае нам всегда приятнее петь Для тех, Кому все-таки перевода никакого не требуется. Ну вот, перед следующей, да, Следующая песня на стихи Игоря Иртенева. Мы на двадцать лет назад возвращаемся, Как призывали. Вспомните, Когда случилась наконец у нас Великая Катаристическая революция, То определенный час населения, Как тебе принято говорить, Испытывала по этому поводу Большие надежды. Вот думалось, Вот сейчас вот закатаем рукава, Поработаем хорошо. И будет всем счастье. Помните, как раньше? Наконец. Да. Перепиши эту песню десять раз. Ничего не изменилось. Так вот, Игорь Иртенев, И придумал такой рай на земле. Ну, рай у нас получился почему-то, Виде, обеют в тех годах, кстати, Как раз будет. Если дома нету пищи, Газа света и воды, Приезжайте к нам, левищи, Полчаса до нас езды. Вас накормят и напоят, И расстанят ночевать, А во грею успокоят, Руки будут целовать. Все ненавистью, Все ненавистью, Все уходят, Все уходят, Заводят, Заводят, И работают, А местные, И семью, Ябзавидут, И детей пристроят, Ясли как родятся в тей же час Словно сыр катался в масле Выдемите, будете у нас А когда на этом свете Успарите душой Напечатаю в газете Некролог про вас большой Место тихое Подыщу Добрых словах по минуту Не мешайте к нам Мы ищем Вот на несколько минут Ну вы видите, эта песня где-то приблизительно уже 20 лет, а сейчас мы хотим представить несколько песен из нового альбома, который вышел у нас, нового авторского альбома, который вышел у нас. Буквально месяц назад где-то И, кстати, вот в этом альбоме есть и песня, давно не появлялась, уже лет 5, наверное, если не 10, уже не вспомню даже, на стихи Игорь Ертимова У нас их несколько Ну вот, еще одна К сожалению, мы сегодня еще спеть ее не сможем Не разучили Она называется «Баллада о море» Вы знаете, когда Когда сочинилась эта песня, мы встретились с Игорем, я ему говорил, Игорь, сочинили песню твоей стихи Он говорит, «Баллада о море» Он так посмотрел на значительную минуту на паузу Я бы на вашем месте эти стихи не пел Я говорю, почему? Ты просто не знаешь, кому они посвящены Оказывается, кличка нашего будущего президента в университете была «Моль» Поэтому все стихи посвящены и на всякий случай Мы пишем все-таки вошла, так сказать, с гордик, да? А сейчас мы споем Знаете, мы споем много песен из нового альбома, сегодня мы перемешали их с старыми, чтобы не было, знаете, как бы вот Многие очень делают, вот пишут, все песни новые, поют подряд Мы делаем немножко по-другому Мы там две песни спели, две песни старые, две новые, две старые Чтобы вам было на чем отдохнуть, а то слишком много информации всегда Вот сейчас мы споем тоже новые песни на стихе Дмитрия Антоновича Сукарева У нас есть несколько песен, вот новая песня Недавно ему исполнилась в 8-10 лет В декабре прошлого года, да? И мы песню называем эту самую экологическую песню в нашей препятствии Человечество прошло через них, наизучие через пик благополучия Дальше будет тяжело, детям будет тяжелее Это дело неотложное, это всё это дело неотложное В жилобную камбу лет дальше никуда. Лихо ехала, доехала, Да про веселать дошло. Все же поверим, хоть слегка, Что придет подмога срочная, Что появится молочная и кисельная река. Оторвинется ряда, улетучится на краслинах, Детям будет кашка маслина, Внукам чистая вода. Детям будет кашка маслина, Внукам чистая вода. Спасибо за такие... Да, бурные аплодисменты. Исторские. Да, да, да. Как будто в талине так все. Да. Вы знаете, вот следующая песня... Вот единственное, что я хочу сказать сегодня. Не знаю, как вы, а мы сегодня, Я, по крайней мере. Обычно мою гитару совершенно я не слышу. Игорь, огромное тебе спасибо. Сегодня я просто получаю удовольствие. Понимаешь? Это нашему звукорежиссеру. Вот ему я бы на вашем месте похлопал гораздо мощнее. Спасибо. Следующая песня тоже из нового альбома. Она на стихи Юрия Ревитанского. У нас довольно много песен на стихи Юрия Давыдовича. Просто вот эти стихи, они были же... Они малоизвестны, они опубликованы уже после его смерти. Они такие вот крепкие, на мой взгляд. Мы их называем немножко такие, я бы сказал, уже патетические. Какие есть и название такое же. Мой век. Не застать в этом веке выпало. Сразу юность его истанность. Сколько хлопа из века выпало. Сколько всякого в нем осталось. Он в ладычествует запутанный. Над радарами и рабами. В подземелье дрожит запутанный. Термо-нядерными грибами. Мне застать в этом веке выпало. Сколько холла из века выпало. Он в ладычествует запутанный. В подземелье дрожит запутанный. Есть и лунники, и лунники, и лучники. В протоне он и в притоне. Живут ладники, живут бедники. На бамбуке и на бетоне. Тирания и телевидение. Милосердие и призрение. И божественное прозрение. Изучая в строении бабочки. Снежного человека. Ляжут варежки, в током бабушки. Поют песни нашего века. Открыватели и каратели. На верблюдах и вертолетах. Но тревожно дымятся кратеры. На горячих земных широках. И двустранники, и паломники. Со своими обидами. А рудвитники летят спутники. Своими орбитами. Не застать в этом веке выпало. Сразу юность его и старость. Сколько хлама из века улыбало. Сколько всякого в нем осталось. Вернемся на 20 лет назад. Довольно старая песня. Мы теперь писали на стихи нашего друга Алексея Морозова. Которого буквально скоро в этом месяце исполняется. У него юбилей. У нас тут всех юбилей подряд. У вас не было юбилей. У меня пошла по волосу. юбилей, то были 50, сейчас дальше 50, и так же, понимаешь, да, и вот у него скоро юбилей, и вот в этом спите песня у стихии, потому что, во-первых, он нам, ну, а то что очень дорого, у нас в свое время, его семья наша приютила, там, я пожил в его семье год, Валера, три года пожил. Перед этим мы перепробовали половину, вот станции метро сколько у нас? 120 метров, да, в общем, мы жили практически не на станции метро, конечно, но мы снимали квартиры там, я не знаю. А потом вот в семье как раз Алексея Морозова, Вадим задержался, как он говорил на год, я на три. Ну, знаете, получилось так, что вот мы тусовались, там, жили, жили, я на кухне, вадим там, в детстве, да, и, в общем, только через два года выяснилось, что хозяин квартиры, он еще поэт, еще и, как бы, и пишет песни, стихи, и вот только через два года появилась там первая песня, я не помню, по-моему, первая была застольная, да, по-моему, да, и вот эта песня... А эта песня называется «Добровольная тюрьма». Так даже наш эльбом назывался в свое время. Вы знаете, по поводу этой песни приходит довольно много записок, вот я помню, в Санкт-Петербурге пришла какая-то записка, она написана женским почерком, где-то написано было следующее. Я была на нашем концерте там полгода назад, как раз собирался выходить замуж. Мы спели песню «Добровольная тюрьма», и я передумал. «Сейчас я снова хочу выйти замуж, спойте, пожалуйста, песню «Добровольная тюрьма». Вы знаете, я спорю. Перед песней еще вот так маленькой ступлею. Вы знаете, есть такой анекдот, мы давно рассказали месяца два назад, но после ее стали повторять просто. Вы знаете, почему жена не уходит от Барбы? Не в чем. АПЛОДИВАТЕЛЬ. 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 ПЕСНЯ 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 ЧТО ВСВИСТИ ПЕСНЯ ПЕСНЯ ДОБРОЙNEЯ Тюрьма ПЕСНЯ МЕДУДИ МЕДУДИ ПЕСНЯ ПЕСНЯ МЕДУДИ А в семье семейные застерки Добровольная тюрьма. В этом году мы с Вадимом будем отмечать уже 34-летие нашей совместной диктности на воплече авторской песни. Какой б ужасно. Это достойно. Вы знаете, на нашей памяти только вот так долгое месяц делается на тракторах Роллингстон. И сегодня мы общаемся между собой, только через адвоката, даже на сцене. Ну еще, пожалуй, нам известна машина времени, которая до сих пор вместе собираются еще. Вот мы надеемся с Вадимом даже и до этого возраста. И вот мы все время думаем сами, как же нам удовольствие этого. Как-то надо проанализировать все-таки. Потому что, ну как, семьи распадаются. Да, мы на всякий случай, для тех, с кем мы сегодня встречаемся впервые, мы не однофамильцы. И не близнецы. Но братья. На всякий случай, да. Вот. Надо сказать, что и между братьями и сестрами не всегда наблюдается такая гармония. Я не скажу, что она гармония идеальная, но тем не менее. Тем не менее. И вы знаете, мы пришли к выводу, что есть несколько моментов. Но сегодня мы хотим обратить внимание на один только. Вот с тех пор, как мы друг друга помним, нам нравятся разные типы. Каждый из нас нравится разные типы женщин. Слава Богу. Ну просто повезло. Понимаете? Вот это. И мы пытались смоделировать следующие песни на стихи Виталика. Как бы получилось так, если нам понравилась одна и та же жизнь. В разгар веселье. Вышел в сад, уже светало. Ей не виноват, виноват стоял с бокалом. В сад под морозом. В сад под морозом взяла, гроза не ощущалась. Она ушла, ушла, коза не попрощалась. И все скрицает ледяных, бесповоротных. Сквозь сад тянулся грустный стих неравностопный. Я читал его с конца на крупком свитке, с конца до самого рыца и до калитки. Был непонятен, нененок, уход английский. Я тонкий лед твоих следов крошил в свой виски. И шел домой на громкий свет. ПЕСНЯ 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 Ну вот, старая песня, посвящение как раз тому Лёше Морозову, Которого мы проняли самые, может быть, счастливые годы своей жизни. Здравствуй, Лёха, только вечер, без закусок это зря. Чем не сладко, нам не легче, откровенно говоря. Лучше жить, увы, не можешь, а не хочешь плохо жить. Вот тебе бросок и ножи, докажешь, что ты мужик, у тебя жена летит. Мать, а не все, отчий дом, в голове гуляет ветер. Одного живем на свете, эх, бутылочек с винтом, эх, бутылочек с винтом. Наливай, помянем, волю и застойные года. То ли мы были, то ли захлебнулись навсегда, поменяли тон. Это так, раз это, раз уж так. Убиваешь себе поэта, продавайся, запей так. У тебя жена летит, мать, а не все, отчий дом. В голове гуляет ветер, а крова рожден на свете. Эх, бутылочек с винтом, эх, бутылочек с винтом. Не живу, а выживаю, выживаю из ума. Я слезу не выживаю, просто катится за вам. То же мне меня, то ближе, я в себе себя вужу. Но себя в себе не вижу, свое я не нахожу. Я в моем, жена, и день. Моя перца, отчий дом, в голове гуляет ветер. Одного живем на свете, эх, бутылочек с винтом, эх, бутылочек с винтом. Лучше жить, увы, не можешь, а не хочешь плохо жить. Вот тебе брусок и ножи, докажи, что ты мужик. Царом, тот, тот, что вьюга, выпьем и опять наем. Брат за братом, друг за друга. И глядишь, переживем, все поймут, жена и дети. Мать, отец и отчий дом. Говорит, гуляет ветер, а крова рожден на свете. Эх, бутылочек с винтом, эх, бутылочек с винтом. Что-то осталось еще? Есть момент, чтобы... Сейчас споем еще одну песню на стихе Алексея Морозова. Это одна из них. Снегра начинается этот альбом. Но посвистим, наверное, что этот праздник нам очень дорог. Но наше масло на русском народу это не Новый год. Это старая песня, так и называется. Не Новый, Новый год. Я пью грузинское вино, душистое, как мед. Встречать вино заведено не Новый, Новый год. Уже январь тринадцать дней на ватмане снегов. Выводит в циркулем огней порочный круг долгов. ПЕСНЯ 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 Я буду слушать, чуть дыша, Как дышит сын во сне. И запрещенные стихи Не обратятся в горе, И непрощенные грехи Отпустит мне едва. Я пью грузинское вино, Пушистое, как мёд. Взвечатель вино заведено Неновый Новый Год. Песня на стихе Алексея, Вы знаете, есть много песен на городах. Может быть, в Нью-Йорке есть, в Нью-Йорке, в Францинаде, есть даже в Билл-Чикаго, есть о Питере много песен. О Москве, когда из поездок Питера приезжает, в Москву, тут учит, Москва, Сверху, Воколай. А кто-нибудь из Москвы приезжал в Тольятти? Там встречает Борезда, песня Олега Митяева «Послушай, приятель» для него в Тольятти. Я вам скажу, что о том городе, в котором мы будем петь, и девушек таких не видал. О том городе, в котором мы будем петь, это тоже город среднерусской полосы. Вы знаете, я скажу, что когда поезд будет из Москвы, хотя письма о городе, по-моему, нет вообще, вы знаем точно, да. Мы спрашивали ребят, да, это точно, это единственная письма. Мы это не знали только. Ну, не знали, может, там есть. Ну, в общем, никогда поезд из Москвы, когда будет включать из Москвы в этот город, не будет встречать этой песни сто процентов. Ну, не Кожио. Были мы молодые, резвые, и худые, и в меру трезвые, и с гитарами колесили по окраинам всей России. Кому нравилось, подпевали, да винца в стакан подливали, и гитару, пустив по кругу, выпивали мы друг за друга. Значит, в Липецке, значит, в Липецке будет Липецким, будет Липецким. Завосли с пивком, да, ехали, ну, поехали, ну, поехали. А как рухнул железный занавес, мы решать обучались заново, и глотали ветра на станциях, кто в Италиях, кто во Франциях. И они ездили в полгармании, с неразменным рублем в кармане, и обучая их пить стаканами. Так что водка у них богатая. А вот в Липецке, а вот в Липецке будет выпить с кем, будет выпить с кем. Запаслись пивком, да, ехали, ну, поехали, ну, поехали. А с какими мы были наивными, брали в долг фальшивыми гривнами, но долги возвращали первыми трудовыми кромными еврами. И у каждой красотки стервочки, наши фотки висят на стеночке. И не стройте мне глазки, девушка, да я дедушка, а я не дедушка. Помню, как на острове Беринга Алиуты махали с грейга От Нигульского до Америки. Час с моторкой, вы не поверите, но не вышли мы, видно, формами. Не пускают нас в Калифорнию, значит, мы и не будем рыбаться. Два плацкартных возьмем. Там ведь в Липецке, там ведь в Липецке Будет выпить с кем, Будет выпить с кем. Опустил мешок наш саньяками. Что, приехали? Ну, приходи. И, ай, 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 ай. Приехали! Все, по-падичке мы все уже приехали. Спасибо. На этом первая часть нашего арбитутского балета. Даже веселые встречи. Я смотрю, сегодня у нас собралась такая компания, которая почти ничего не ест. Ребята, надо есть. Надо взять все руки. Надо взять все руки, поесть. Честное слово, у меня головы не отрасли, вот я так чувствую. И руки как-то не сдвигаются. До встречи. Как и Григорьевский, у вас уже есть плодов корма. В поисках вы можете еще насладиться зрелищим нашим диском. Спасибо.